Голой, царят! Голой, царят! Тепных псов с привязи спустили. Бьют дубинками. Произвол, беззаконие, все что угодно. У меня пути обратного нет. Это колонна числом точно больше двух тысяч тогда собралось. Это удивительное для Рязани явление. Я свободный человек! Это моя страна! И когда я переходил по этому светофору Первомайский проспект, я обратил внимание, что на этих бордюрах, которые огорожены на площадь, чего раньше никогда не было, просто на бордюры заезжают автозаки. Обычно они, когда такие публичные мероприятия происходили, они стояли где-то там, на задворках, далеко от самой площади. А здесь вдруг они едут на самую площадь. Я, естественно, первый раз такое увидел, мне захотелось это сфотографировать. Свободу! Свободу! Я опешил, потому что не ожидал. А они бегут, размахивают палками этими своими и орут и матом ругаются. Чистая катерца. На какое-то мгновение потерял сознание, упал, очнулся, когда понял, что меня бьют по всему телу этими своими палками и берцами, ногами. Александр Федорович, значит, стали эти космонавты брать девчонку, парни с плакатом. Он подошел, значит, спросить, за что берут. Его, что, схватили пять человек, повалили ногами, и руками, и ногами, значит, и били. У него разбито лицо, у него сломали фотоаппарат. Сейчас он находится в автозаке. Вот я его как снимал, потом он упал. В руках уж как он меня, видимо, на петле этой так и тащился за мной. И все. И он нерабочий совершенно. Жалко. Фотоаппарат хороший. Много мне помогало жить. И неплохо. Ну, вот в этих материалах, которые я впервые увидел, там была фотография, где я стою на площади Победы с портретом Навального вот в руках. Держу его. Вот это и было основанием для привлечения меня по статье, по части 2, статье 20.2 Коап. Я всегда был протестным человеком. И никогда, бог милого, меня не забирали в каталажку, меня не садили куда-то надолго и так далее. И я все время думал, почему происходит так. Теперь я вот в полной мере получил от государства то, что оно считает, что я заслужил. Моё чувство человеческого достоинства, вот тем, что происходит вокруг, как поуправляется страна, как она разворовывается, оно не может быть спокойным. Да я понимаю, что наши левосудии, а не правосудии, и никаких последствий положительных для себя в судах наших я не жду. Будем обращаться дальше, если нас, конечно, не исключат от Совета Европы, и мы перестанем быть под юрисдикцией Европейского суда.